МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сегодня силовики и чиновники подписали общий меморандум о борьбе с коррупцией. В Караганде задержали лжетерориста, который пытался взорвать в больницу. Семинар для спецназа в шахтерской столице проходит двудневный тренинг для бойцов по меткой стрельбе. Сегодня во всем мире отказались от мобильников. В Карагандинской области на 17 лет осужден насиловший 13-летнюю дочь педофил, сообщает прислужба специализированного междурайонного суда. 43-летний житель Актагайского района на протяжении года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Семья жила в зимовке Акбик в Актагайском районе. Все это время родственники не знали, что мужчина издевается над собственным ребенком. А когда супруга и члены семьи узнали, тут же обратились в полицию, сказали в пресс-службе. Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса – изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Оббывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. В Карагандинской области задержан 22-летний телефонный террорист, сообщает прислужба ДВД Карагандинской области. 30 января этого года в Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что некий неизвестный мужчина, представившись лидером преступной группы, сообщил о том, что взорвет здание областного психоневрологического диспансера, который расположен по улице Гастелло. Из медучреждения было эвакуировано 478 человек, из них стационарных больных 440 и 38 медицинского персонала. Прибывшими сотрудниками правоохранительных органов была отцеплена территория, проведен осмотр здания, однако взрывное устройство обнаружено не было. По сообщению пресс-службы ДВД, 5 февраля сотрудниками криминальной полиции был задержан 22-летний житель Караганды, который дал признательные показания. На данный момент в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. На сегодняшний день задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области. Кто выплатит компенсацию? Карагандинцы, выжившие после крупной аварии на трассе Алматы-Екатеринбург, до сих пор не могут оправиться от происшествия. Потерпевшие возмущены невниманием государства к последствиям автокатастрофы. От безысходности люди решили напрямую обратиться к премьер-министру Казахстана. Для этого они даже готовы отправиться в Астану. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. 19 августа на трассе Алматы-Екатеринбург крупное ДТП, произошедшее при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, унесло жизни 16 человек. Суд над виновниками аварии до сих пор на рассмотрении. Прошло полгода после трагического происшествия, но за это время пострадавшими семьями погибших оправиться после трагедии не помог никто. Когда случилась авиакатастрофа, погибли молодые люди. Вы посмотрите, правительство какое внимание уделило похороны, компенсации людям. Нам ничего этого нет. Ну, конечно, проходили Олимпийские игры. Может быть, правительству не до этого было. Но вот у меня единственный сын погиб. Осталось двое малолетних детей, которые учатся в школе. И я сама больная. Вот что детям надо сказать, а? Татьяна Горбачева тоже была в зловещем автобусе. На ее глазах погибли люди. Получив множество травм и переломов, девушка просто чудом осталась жива. Долгое время девушка пролежала в больнице, но сегодня ее называют всего лишь свидетелем. Мне сказали, по медэкспертизам, у вас средняя степень, а по законодательству средняя и легкая степень считаются свидетелями. А только тяжелые и погибшие, они считаются пострадавшими. Я, получается, свидетель. Много знаю людей, которые пострадали и похуже меня. И тоже считаются свидетелями. Сегодня жертвы страшной аварии собрались вместе для того, чтобы поставить подписи под обрещением к Серику Ахметову. Люди надеются, что премьер-министр сможет проконтролировать выплату хотя бы минимальной компенсации. На данный момент мы написали письмо Серику Ахметову нашему премьеру в просьбе помочь сложившейся ситуации, помочь как морально, то есть взять под контроль данное судопроизводство и чтобы все проходило в соответствии с нормой закона и в соответствии с теми приговорами, которые должен получить Козлов за свой поступок, так, чтобы все произошло именно по закону. А также просим помочь нам материально с компенсациями погибшими и тем, кто продолжает лечиться, потому что многим лечиться, ну, наверное, даже всю жизнь остается. Суд над виновниками аварии продолжается до сих пор. По последним данным известно, что Дмитрий Козлов, водитель грузовика, полностью отказался от своей вины и компенсировать моральный ущерб пострадавшим не собирается. Окончательное решение суд вынесет только 11 февраля. До тех пор пострадавшим в трагедии остается только надеяться на малейшую поддержку. Аида Ибраева, Марат Култенов, 1-й Караганинский. Их работа и опасна, и сложна. Меткой стрельбе обучали карагандинских спецназовцев в течение двух дней. В рамках семинар-тренинга карагандинским бойцам спецподразделений еще раз напомнили о том, что они должны знать и уметь. В течение двух дней в тире департамента внутренних дел области тренировали полицейских спецподразделений точной и меткой стрельбе. Здесь бойцы спецназа оттачивали навыки практической стрельбы. В комплекс упражнений вошли имитации тех или иных реальных ситуаций, охота, боевые операции и многое другое. Показанные на семинаре АТССР Республика Азасан из методов практической стрельбы мы взяли для себя новое и нужное для действия тактической группы. В частности, это скорострельность и мгновенная реакция на цели. Вообще, в силу профессии тактика специальную подготовку спецназовцы проходят каждый день. Занятия по огневой стрельбе проводятся раз в неделю, по 6 часов в день. Бойцы говорят, что только с помощью таких тренировок можно достичь хороших результатов. В ходе тренировок, естественно, мы приобретаем навыки, необходимые нам, которые нам, соответственно, помогают при проведении спецопераций, проводимых различными оперативными службами Департамента внутренних дел. И за счет этих тренировок изнурительных порой даже достигается мастерство, которое непременно нам помогает в этом проведении ежедневных оперативно-профилактических мероприятий, разыскных мероприятий. Как сообщили в ДВД области, в семинаре приняли участие около 25 сотрудников спецподразделений «Орлан» и «СОБР». Также в полиции сказали, что принято решение проводить такие тренинги на регулярной основе. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Вместе мы сила! Нуратам, прокуратура, финполиция и ЦОН будут вместе бороться с коррупцией. Сегодня силовики и чиновники подписали общий меморандум о борьбе с мздоимством. Четырехстороннее соглашение предусматривает сотрудничество и гибкое взаимодействие между сторонами в сфере борьбы с коррупцией, координации совместных усилий по противодействию этому явлению на территории Карагандинской области. Кроме того, планируется проведение совместных совещаний, ведение антикоррупционного мониторинга и праворазъяснительной работы. Сегодняшний подписанный меморандум, он еще один немаловажный шаг в борьбе с таким опасным явлением, как коррупция, мы говорили об этом уже. Но со своей стороны мы приложим все усилия, повышение доверия граждан к деятельности государственных органов, продолжим повышать качество услуг, представляем население. В области выбран председатель ювенального суда. Им стал Оскар Марданов, до нового назначения работавший председателем Темиртаусского городского суда. Напомним, бывший председатель первого суда по делам несовершеннолетних Алмазбек Тукеев погиб в автокатастрофе еще в декабре прошлого года. Оскар Марданов родился 31 июля 1951 года. Стаж работы 30 лет. Деятельность Оскар Сидхазинович начал в 1987 году народным судьей Раносимейского районного народного суда Семипалатинской области. С апреля 1994 года он стал заместителем председателя Карагандинского областного суда. В марте 2002 года назначен на должность председателя районного суда номер 2 Казбекбийского района города Караганды. Указом президента республики Казахстану 28 ноября 2008 года назначен председателем Темиртаусского городского суда. В сортировке появился свой центр полезного досуга для детей. В преддверии дня города Караганды в поселке было открыто отделение Дворца детей и юношества, которое позволит охватить еще больше детей, проживающих в Октябрьском районе дополнительного образования. Педагогами отделения осуществляется набор учащихся с 7 до 17 лет. Здесь организована работа кружков самых разных направлений. Изобразительное искусство, хореография, дамбра, вокал, театральное мастерство, шахматы и многое другое. В настоящее время уже около 300 ребят изъявили желание посещать данное отделение. Нам очень нравится этот дворец. Мы записались на пение, на танцы, на хореографию. И нам очень нравится. Мы благодарны всем учителям. Мы живем в сортировке. Мы подруги. Три дня без телефона. Сегодня стартует всемирная акция по отказу от мобильного телефона, в ходе которой людям предлагается отказаться от использования мобильников или снизить количество разговоров по ним. Продлится акция до пятницы, 8 февраля. Всемирный отказ от сотового проводится уже 13 лет. Акция является мерой в борьбе с адикофонией. Это термин ввел французский писатель Фил Марсо. Адикофония – это болезненное привыкание к мобильным телефонам и смартфонам, при котором человек переживает страх оказаться отрезанным от мира, что чревато нервными расстройствами. Готовы ли карагандинцы отказаться от телефонной связи? Узнаем прямо сейчас. Могу. Немножко, конечно, сложнее будет без мобильного телефона, но можно прожить. Жил же без него как-то. Мы сейчас привыкли к этому телефону. Ну как? А у вас это... Без него, без мобильного телефона вообще сейчас жить нельзя. У меня есть три оператора, и я довольна, хожу спокойно. Я бы считал, что у него нет, это неудобно, абсолютно. Потому что уже привыкли к этой связи, и она необходима. Мобильный телефон вреден, излучение, с удовольствием бы отказался. С мобильным телефоном очень удобно. У меня недавно он только, я все время говорила, не нужен. Тем временем, сотовая связь в Казахстане станет дешевле. Независимую консалтинговую экспертизу провел министр транспорта и коммуникаций Аскаржу Могалиев, по результатам которой были разработаны рекомендации для сотовых операторов по снижению ставок на интерконнект. Таким образом, в результате длительных переговоров, три оператора, то Картел, АО КСЛ, то Мобайл Телеком Сервис договорились о поэтапном снижении тарифов на 15%. С новостями спорта вас познакомит наш спортивный обозреватель Берик Капаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. В спорткомплексе «Довлет» стартовал областной турнир по вольной борьбе среди юниоров 93 по 95 годов рождения. В первенстве принимали участие юные борцы со многих районов Караганитской области. Среди них представители из Балхаша, Садпаева, Тимиртау и Жизказгана. Я борюсь в 96 категории. Недавно на Нуркен Абдирова тройку вошел. Сейчас готовлюсь на чемпионат Казахстана. В целом хорошо, подготовка нормально идет, все отлично пока. Мы начнем в Караганате заниматься 4 года назад, в 2009 году начали. В Ледовом дворце Караганды-Арена стартовала третья зимняя спартакиада по хоккею с шайбой. В соревновании принимали участие команды из семи регионов Казахстана. Среди них команды из Алматы, Астаны, Усть-Каменогорска и Южно-Казахстанской области. Часть сборной Карагандинской области будут защищать многократные победители и призеры республиканских соревнований, учащиеся и выпускники детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Третий год подряд проводится спартакиада в нашей республике. Была вторая спартакиада в прошлом году, команда СРАРК заняла первое место. И хотелось бы, чтобы и в этом году наши ученики именно Карагандинской области занимали достойные призовые места. Геннадий Головкин признан боксером месяца по версии Всемирной боксерской организации. Головкин в конце января защитил титул чемпиона мира, нокаутировав американского претендента Габриэля Рассада. Напомним, наш земляк является чемпионом мира 2003 года и финалистом Олимпийских игр 2004 года. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. И забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Бонус Дар. Сау Бонус Дар.